Осень 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 Грустная пора, не сказал я бы, Ведь уже ушла жара, с ней езжала бы. Осень Осень Свадьбу Петербург. Мы с вами на одной волне. В Петербурге 17 часов и уже 2,5 минуты вечерний радиоканал «Домашний мир» начинает свою работу в прямом эфире. В Запольтом студии в этот час Елена Колос. Она обеспечивает выход радиоканала в прямой эфир. У микрофона ведущая радиоканала Елена Воробьева. Добрый вечер. Сбрасывает листья белая береза. Значит, очень скоро ждите белый снег. И не только ночью, но и днем морозы. Колки светлый ветер к нам направит век. Помнил я тебя, белая береза. Скоро мы проснимся снова за мисты. Буду ждать с тобой, а встречу с дикой розой. С нашей светлой дачей с воздуха взасты. С нашей светлой дачей с воздуха взасты. Встретимся весною белая береза. Да пою стихами про свои мечты. И с тобой рядом невозможно проза. Хоть весна, хоть осень радость даришь ты. Помнил я тебя, белая береза. Скоро мы проснимся снова за мисты. Буду ждать с тобой, а встречу с дикой розой. С нашей светлой дачей с воздуха взасты. Помнил я тебя, помнил я тебя, белая береза. Скоро мы проснимся снова за мисты. Буду ждать с тобой, а встречу с дикой розой. С нашей светлой дачей с воздуха взасты. С нашей светлой дачей с воздуха взасты. С нашей светлой дачей с воздуха взасты. Песня «Белая береза» Их совместному творчеству и юбилейным датам Валентины Сергеевой будет посвящен этот эфирный час Валентина Георгиевна, музыкальное сообщество и любители современной песни очень хорошо знают Но в этот час мои гости расскажут не только о совместной работе, но и о личных праздниках и больших юбилеях поэта-песенника Валентины Георгиевны Сергеевой Оба гости в студии. Здравствуйте, Валентина! Добрый день! Здравствуйте, Михаил! Здравствуйте! Ближе микрофон поставьте себе Я телефону напомню, они прежние 315-78-23 315-78-23 Второй наш телефон 336-58-43 Ну и начнем, поскольку большая часть, я полагаю, нашей программы посвящена сегодня Валентине Сергеевой У которой так получилось, что такие большие юбилеи, такие праздники теплые, приятные, семейные, раскройте свои секреты Вот именно нынче в этом году все это случилось и случится Все в этом году В 23-м Всего очень много Вообще скоро большой юбилей в моей жизни произойдет в июне месяце у меня день рождения То есть мы сейчас встречаемся в преддверии как раз В преддверии этого праздника Но большой концерт я хочу сделать в октябре, когда люди уже вернутся с дачи Чтобы не мучились Да, потому что с дачи людям трудно бывает уехать, оторваться от своих помидоров и огурцов Совершенно верно И от клубники Ну у вас-то ведь тоже есть дача, да? Да Так что и вы его... Она и вдохновляет на многое На многое, что связано с природой И вот только что прозвучала песня про березы Например, на даче Ах, березы, березы, березы Вас, наверное, все женские слезы омывают с утра до утра И поэтому не без причины восхищаются вами мужчины Но для них эти слезы – игра Вот такое творение я написала в частности на даче про березы Ну и не только про березы Посмотрите, очень много почему-то не только ваших стихов, но и других поэтов Есть стихи о сирене Есть стихи даже о черюмахе Которые считают, в общем-то, не таким уж деревом Даже я помню, что Галина Александровна Кизима Которая, она недавно ушла из жизни Нужно вспомнить её добрым словом Она сказала, что черюмаха, поскольку она первая распускается Первый распускает листики, а яблоня ещё совсем даже не надумала листики свои выпускать А черюмаха – глупое дерево, а яблони умные Вот так получается Я не знаю, знают ли садоводы все об этом, но я вот почему-то запомнила И в самом деле убедилась Вот сегодня выхожу из дома, и у нас возле парадной с двух сторон черюмахи Так склоняются к такой аллее И уже вот листочки довольно большие И вот-вот распустится сама черюмуха И о черюмахе тоже есть песни Но черюмуха отличается от всех тем, что когда распускается черюмуха, становится холодно Вот, наверное Она приносит холод в нашу жизнь Иногда совпадает, это странно, да, но, по-моему, даже всегда совпадает И вот тоже на днях после сегодняшних тёплых дней И вчерашнего, наверное, всё-таки из-за черюмахи будет похолодание Но у вас о природе и вообще о цветах много песен И эти песни, которые сегодня прозвучат чуть позже, они совершенно новые То есть и стихи новые, стихи-то были давно написаны, а песни стали совсем недавно Песни, эти стихи, это о чём? Вот, допустим, есть песня «Обновление», потом есть песня «Алея» Опять «Цвету» «Алея снова в цвету» тоже, это о каких растениях? Это розы Это моя дача? Аллея роз, ваша дача? У меня вот дорожка идёт от дома до бани Слева и справа розы И когда они расцветают, расцветают они всегда Почему-то в день моего рождения В день моего рождения, в середине июня Вся аллея в белом У вас белые только розы, они же разного цвета и разных сортов Разного цвета, но вот эта аллея белых роз Это моё самое любимое место и я всегда счастлива, потому что даже если бы мне никто не подарил ни одного цветочка, то природа дарит Ну, за розами, наверное, какой-то особый уход нужен всё-таки, чтобы они так вот радовали садовода У всех, наверное, есть хоть немножко роз на своих садовых участках выращивают, но трепетно ухаживают Да, это верно Ну, у меня и не только белые розы есть, и много всяких других И пионы И пионы тоже Пионы мои любимые Ну, это всё, так сказать, в других местах А вот эта аллея моя самая любимая Аллея роза замечательна Ну, значит, и эта песня посвящена аллее снова в цвету Это мы позже послушаем Сейчас, наверное, песня такая, которая, в общем-то, не относится ни к природе Это просто к поведению, к характерам людей Да, злу на зло Вот я когда-то её слышала, но сейчас не припомню Знаю, что она на какую-то особенную тему Злу на зло Почему вы сочинили такое стихотворение? Ну, она на самом деле о доброте человеческой И злу, и основной смысл её То есть в названии это зло, а на самом деле злу на зло – это доброта, да? Ну, смеётся мальчуган злу на зло Такие там слова Такие там слова о том, что, несмотря ни на что, нужно жить, улыбаться Вообще нужно, я считаю, что нужно, вот проснулся ты Сегодня ты жив, и значит, надо улыбнуться новому дню И он тебе тогда в ответ улыбнётся Наверное, так, да Ведь мы же всегда получаем в ответ то, что мы посылаем людям, природе Конечно, давайте послушаем эту песню, а потом уже продолжим разговор Дни открытия и игры Разноцветные шары Из детских дней Светлых дней Нет сомнения в красоте, чистоте и доброте У всех людей Беззащитность первых ран Молодой травы дурман Всё прошло Рвёт на жизни ураган Но смеётся мальчуган Зло на зло Мы становимся взрослей Нам спокойствие милей Не верим в сна Детским снам Детство сломано печать Лай-лай-лай-лай-лай-лайар Мы становимся взрослей, нам спокойствия милей Не верим снам, детским снам Детство сломано печать, и скитрить и промолчать Привычных нам Очень жаль, что не навечусь, как в детстве человек Мне очень жаль, очень жаль Верю в самый трудный час, дети будут лучше нас Уйдет печаль Верю в самый трудный час, дети будут лучше нас Уйдет печаль Верю в самый трудный час, дети будут лучше нас Уйдет печаль Уйдёт печаль, уйдёт, уйдёт печаль. Михаила, вы работали, судя по всему, с разными поэтами, и вот сейчас как-то больше, ну, в том числе и с Фролкиной, с Татьяной, чаще всего вы сюда приходили с ней, а сейчас вот с Валентиной Георгиевной. Я работал с разными поэтами, работаю с разными поэтами, и сейчас тоже, и сейчас, кроме Валентины Георгиевны и Татьяны Фролкиной, но в основном, в основном с ними в данное время начинал я работать, наверное, вы знаете такого замечательного ленинградского петербургского поэта-песенника-поэта Эдуарда Кузнецова. Вы помните всего замечательного хит «Подсолнухи» Пахоменко исполнял, очень много написал песен, вот, начинал я творчество, на его стихе я написал альбом, это был 97-й год, а сейчас, да, Валентина Георгиевна, мы сейчас заканчиваем второй альбом, первый мы вам уже предоставляли в прошлом году, 22-го года альбом, а это у нас новый альбом, он уже фактически сделан, сочинён, только осталось мне дописать аранжировки, наложить голос, и он будет готов, наполовину он уже сделан. И вот эти новинки, сегодняшние ваши передачи, мы как раз продемонстрируем с Валентиной Георгиевной. Да, безусловно. Михаил, всё-таки, мне кажется, каждый человек творчески особенно отличается друг от друга, и поэты тоже отличаются. Вот вы, допустим, если вам два текста предоставить, один Валентина Сергеевна, другой Татьяны Фролкиной, вы сможете отличить один от другого, кому принадлежат стихи? Ну, если я их знаю, конечно, да, у каждого человека, у музыканта, у поэта, вы ведущий, у всех свой почерк, свой стержень, выработанный стиль, имидж и так далее. Конечно же, конечно же, почерк. Мы сегодня как раз с Валентиной говорили, когда шли к вам на радио программу, говорю, Валентина, вот у нас недавно с вами был концерт, и я услышал новые ваши стихи, которые я не слышал ещё ни разу в вашем исполнении. Я по почерку вижу, что это вы, и чувствую, что это вы, знаю, что это вы, но вы как совсем уже другая для меня открылись. Конечно. Я думаю, что угадаю, угадаю. А если будет несколько поэтов, 10, вы сможете всё угадать? Я не буду об этом сейчас судить. Дело-то не в том, что гадать, не гадать, а могу сказать только одно, что мне интересно работать с совершенно разными людьми, мужчинами, женщинами разных возрастов, людьми, кто пишет стихи, сочиняет тексты, песен. Это действительно интересно, потому что вот я по-своему немножко объясняю, даже не по-музыкальному, вот работаю с Валентиной, как будто я сел за руль, там, не знаю, за шторвал катера, с Таней там за самолёт, а с другим там за какой-то другой, там, не знаю. Почему Таня это самолёт? Ну, я как бы, я просто пример такой себе. Вы просто образно, да? Образно, конечно же, то есть настолько они все разные. Вот пишут об одном, о цветах, о розах, как вы говорите, о любви, а у каждого своя подача и восприятие этого мира и всего, о чём они хотят передать нам свои стихи замечательные. Вот с Валентиной мне очень нравится работать, но начиналась с ней цикл совершенно других песен, не о природе, а как раз первый цикл песен – это были песни о труде, о созидании. Они вот прозвучало «Зло на зло», а следующая песня, она будет шуточная. Она у Валентины называлась «Недоволен», я сделал блюз и назвал «Блюз недовольного». По сути, это ничего не меняет. То есть из той же серии таких созидательных трудовых песен. Хорошо, давайте послушаем эту песню. Меня просто смутило название, когда я прочитала «Блюз недовольного человека». Ну, послушайте. Неправда, «Блюз недовольного». А человека не надо прибавлять? Хорошо, давайте послушаем. Давайте. И всегда ты недоволен. Если рано, если боле, если дождь и если ветер, Солнце слишком ярко светит, Если не успел поспать, Если сериал опять, опять, опять. Если снова на работу, Если беспокоит что-то, Если стужа, если лето, Если то и если это Недоволен и судьбой, А доволен лишь собой, Ты недоволен и судьбой, А доволен, а доволен лишь собой, Любишь нежно лишь себя, Любишь нежно лишь себя, Любишь нежно лишь себя, Любишь себя, себя, Этим жи своё губя, Этим жи своё губя, Прозвучала песня «Блюз недовольного человека» Композитор мой гость Михаил Иноземцев и стихи написала Валентина Сергеева, Тоже наш гость этого часа. Мы продолжаем разговор в студии. В студии творческие люди. И вот сейчас будут представлены новые совершенно песни. Я хочу спросить Михаила и Валентину тоже. Новые песни, как воспринимает зал на концертах? Может быть, люди, ну, как я, например, ждут песни, которые уже полюбились давно, Чтоб снова их услышать, А новые не всегда как-то сразу к ним любовь просыпается. Вот вы со стороны авторов как на это смотрите? Вам хочется, чтобы больше новых было, да? Конечно, каждому автору хочется, чтобы звучало что-то новое, новое, новое. Потому что, когда меня спрашивают, Какая самая лучшая твоя песня? Я всегда думаю о том, что последняя написанная. Последняя всегда. Потому что вот она ещё будоражит все нервы, Она вот только народилась, и вот, пожалуйста. А я знаю много артистов, которые говорят, Вот у меня есть пять песен, мне больше не надо. Так и говорят. Да? Потому что люди воспринимают то, что они воспринимают, то, что они знают. А новая песня требует работы мозга. Это всегда усложняет жизнь. Ну да, ну, конечно, у каждого исполнителя появляются новые песни. Чтобы их кто-то полюбил, нужно, наверное, постараться. Потому что всегда сравниваешь с той предыдущей, своей любимой песней этого исполнителя, И в том числе и автора стихов, и автора музыки. Говорил, вот, пел он эту песню, на ней, можно сказать, прославился. Прославился. Я, говорит, её уже не могу воспринимать. Мне уже это надоело. А люди просят. А люди просят. Где бы я ни выступал, в огромном зале или в маленькой какой-то, ну, чуть ли не в коровнике, куда-то приехал. Всё равно ни разу у меня так не получилось, чтобы я её не спел. Ну, наверное, это так. Наверное, так у всех и получается. А вот вы из новых песен сразу их любите, что ли? Сразу кажется, что это лучшее, чем предыдущее. Нет, на самом деле, вообще-то я, вот вы говорите, что я пишу там о природе, например, да? И о любви тоже. На самом деле, все мои песни абсолютно на одну тему, они о любви. О любви к родине, о любви к природе, о любви к человеку. Все мои песни о любви. И, наверное, все песни вообще, все песни, которые написаны людьми, они о любви всё-таки. Ну, вот и сейчас вот новые песни прозвучат, а одна из них – обновление, это следующее. Потом «Бесконечность», наверное, это о космосе, что-то тоже сейчас. Услышим, узнаем. Услышим, узнаем. Ну, давайте обновление, это, скорее всего, о природе. Сейчас природа обновляется, весна идёт. Давайте послушаем. Серебристый иний на траве с утра, Майские рассветы очень холодны. Но где-то в полдень, терпкая жара, Заставляет вмерить нас приход весны. Где-то снег не стаял, рядом зелень тут, Крокусы проснулись, первые цветы. Веришь, что из жизни холода уйдут, Всей душою в мае обновишься ты. Веришь, что из жизни холода уйдут, Всей души. Веришь, что из жизни холода уйдут, Всей душою в мае обновишься ты. Веришь, что из жизни холода уйдут, Всей душою в мае обновишься ты. Веришь, что из жизни холода уйдут, Всей душою в мае обновишься ты. от музыки. Это вы, кажется, доктор-профессор экономических наук. И то, и другое. Доктор экономических наук. Да. Потом вы много раз были лауреатом «Весна романса», вот этих конкурсов «Осень романса». Вы награждены даже премией в Испании. Это что-то... И в Брюсселе. Удивительно. И где ещё? В общем, у меня несколько, так сказать, больших наград зарубежных в связи с участием в каких-то конкурсах. Скажите, но ведь... Но самая высокая награда для меня, вот, это то, что, когда было 70 лет полёта Юрия Гагарина, выпустили марку в честь Юрия Гагарина. Ваша песня «Космос». И на ней было написано... Зовут нас звёзды? Нет. «Россия возродится. Ей было, есть, будет чем гордиться». Вот это стихотворение было написано на марке, и её погасили в космосе. Поэтому у меня самые высокие в мире стихи. Как здорово. Выше космоса, уже никто не поднялся. Да, но вы выступаете сейчас вот в Белоруссии только, да? Или где-то ещё? Ну, раньше... Сейчас в основном в Ленинградской области. Сейчас в Ленинградской области. Но прежде... В Питере и в области, да. Ну, раньше и в Австрии, и в Париже. И даже не один раз. И даже в Таллине. И в Таллине. И много-много-много где. Скажите, ну, ведь там, ну, во всяком случае, в Таллине там зритель может быть русскоговорящий, но в Австрии и в Париже вас слушают люди, которые не знают русского языка. Или больше и честнее... В основном приходят русскоязычные. Русскоязычные, да, на такие концерты. Ну, если муж и жена, то один из них явно русскоязычный. И аудитория вам нравится там или у нас более такая радушная аудитория? Ну, везде разные люди приходят. Люди везде разные. Но всё равно с радостью, потому что песня – это всегда радость. Какая бы песня ни была, грустная или очень такая весёлая, задорная, но это всегда радость песня для нашей души. Самый страшный концерт у меня был в Петрозаводске. Даже страшные бывают концерты. Даже страшные, потому что я почитала стихи... И что? В Зале тишина. А это плохо, когда тишина? Ну, зал никак не реагирует. Просто молча. Мне было так страшно. Думаю, как же так? И только, как говорится, в конце уже моего чтения, моего блока, вдруг раздались первые аплодисменты. И более радушного зала я даже до сих пор ни разу нигде не встречала. Но потом. А вот начало было такое страшное. Но мне сказали, что да, вот Карелия, вот люди такие, что их надо растеребить. Ну, северные люди, да, надо их зажечь, а потом их трудно остановить, наверное, вот так получается. Но я напомню, телефоны в нашей студии, они работают, они прежние. 315-78-23, второй наш телефон 336-58-43. Вот наших слушателей тоже надо немножко расшевелить. Мы же тоже северяне, верно? Конечно. Поэтому не только слушают песни, но и хотелось бы услышать чей-то голос. Не все же уехали в такую погоду на дачу или гуляют по нашему городу. Ну, кто гуляет, тоже хорошие прогулки в этот час. Я напомню, вы слушаете вечерний радиоканал. В студии в этот час поэт Валентина Сергеева и композитор, музыкант Михаил Иноземцев. Мы решили эту встречу посвятить больше личным праздникам Валентины Георгиевны. И вот начали об этом говорить, что в преддверии её дня рождения мы выходим в эфир. А ещё один праздник будет позже, да, это юбилей. Мой? И вашего мужа. Нет, этот праздник уже состоялся. Состоялся. Это была наша золотая свадьба. Золотая свадьба, да. Золотая свадьба. Ну, у нас эта песня гораздо позже прозвучит. Просто расскажите, давайте расскажем сейчас, что это слова написали не вы к этой песне. Про золотую свадьбу написала Татьяна Фролкина слова. Ну, а музыку, конечно, Михаил Иноземцев. И вы не знали об этом. И я не знала об этом. Это был подарок на нашу свадьбу. Подарок. Это было прекрасно, конечно. Неожиданно и прекрасно. Да, вот такие неожиданные подарки, конечно, это здорово. Ну, а сейчас мы послушаем другую песню. Она называется «Бесконечность». О чём? О любви. Это песня сделана в стиле «Скифл». «Скифл» популярно было очень в мире направление. С него начинала группа «Битлз» в конце 50-х годов. Её многие переиграли. Такой синтез, кантри, рок-н-ролла, смесь. Такой немножко, ну, не то что хулиганский, заводной стиль «Скифл». И вот в этом стиле, я же очень многие стили использую, когда пишу людям, вот вы говорите, как работать с поэтами. По-разному, хорошо работает. И вот Валентине Георгиевне, я стараюсь найти разные тоже стили, где балладу, где вальс, где-то что-то традиционное. А это сделали… То есть вы подстраиваетесь под её стихи, да? Или наоборот? Я как почувствую стих, вот беру её сборник стихов. У меня их 20 с лишним штук. Мне Валентина Георгиевна когда-то любезно на концерте их преподнесла, подарила, чтобы я поискал, поработал с какими-то текстами. Я выбираю. То есть не все тексты её подходят, как бы вы не относились к Валентине Георгиевне? Не совсем так. И в прошлой передаче, когда мы у вас были с Валентиной Георгиевной в прошлом году, я рассказывал, делаю я с Валентиной Георгиевной, обычно с ней так. У меня с каждым поэтом разная стезиа работы. Я делаю зарисовки, потом встречаюсь с Валентиной Георгиевной, говорю, Валентина Георгиевна, вот десочек, оденьте наушнички, послушайте, что я вам наваял. Валентина Георгиевна слушает, что там Миша под гитару сделали, на клавишах на каду наиграл, что-то наля-лякал. Слушает, говорит, так, Миша, вот это мы возьмём, это подумаем, это тот, а тот, она отбирает. И после этого только я начинаю работать уже полностью, плотно, серьёзно над произведением, которое Валентина Георгиевна одобрила. А так, чтобы я сам самовольно сделал, говорю, вот, нате, возьмите. Нет, Валентина одобряет, и только тогда я сажусь полностью, делаю эту песню. Вот, вот таким вот образом. Но это песня о любви, бесконечность. Давайте её послушаем. Послушаем, конечно. Они ведь и правда любили друг друга, Но было забыто, забыто Про то, что когда-то любили друг друга, Как всё начиналось забыто. А годы всё мчались и мчались и мчались, И мчались события, мысли, идеи. Всегда в судьбе безвозвратно промчались, Глупцы, добряки и злоти. И многое найдено было в дороге, Вставали то хуже, то лучше. И много потеряно было в дороге, Хоть давний союз был живущий. Казалось, 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 Потеряно главное что-то. Одна лишь привычка осталась, Казалось, над ними замкнулось болото. Но как-то однажды, но как-то однажды Ей так захотелось свободы, Кминая дажды сумела однажды И бросилась в реку безброда. Тогда поняла, что любовь бесконечна, Уж если пришла, не исчезнет. Он тот же постиг, что любовь бесконечна, И вспыхнуло солнце над бездной. И вспыхнуло солнце над бездной. И вспыхнуло солнце над бездной. Мы продолжаем наш разговор в студии. Вот следующий вопрос адресован Михаилу. По-моему, у вас с Валентиной Георгиевной На многие темы уже были созданы песни Совместного творчества. Но есть, наверное, какие-то темы, Которые вы ещё... Которым вы не приступали. Вы как-то, может быть, боитесь к ним приступить. Немножко отодвигаете. Но чтобы подготовиться, быть может, больше. Что это за тема? Вы хорошее сказали слово сейчас, очень верное. Лена Александровна, боитесь, правильно, боюсь. Надо быть готовым, подготовиться. Должен пройти свой нужный час, минута, да. И есть такая тематика. То есть, с Валентиной мы начали с песен о труде, созидательные песни, обличительные песни, о природе, о любви, естественно, они все, само собой, да, шуточные песни. И есть два стихотворения Валентины Георгиевны. Я готовлю себя к ним сделать маленький цикл, попробовать песен на христианскую тематику, духовную. Валентина есть с собой сегодня стихи. Я думаю, что Валентина Георгиевна что-то прочитает нам. Валентина уже готова к такому направлению. А вы ещё не совсем. Не совсем так. Сейчас скажу. Я уже готов, уже готов. Я просто закончу сейчас вот эти песни наши на второй альбом. Которые новые, вы считаете? Которые новые, да. То есть, они уже давно сочинены. То есть, осталось только сыграть и спеть. И всё остальное, все премудрые, все звукорежиссёры, свести и так далее, мастеринг. А эти песни мы будем делать обязательно. По крайней мере, мы попробуем их сделать хорошо. Людям нужны такие песни. Когда проходят наши концерты с Валентиной, у нас с Валентиной есть и сольные концерты, были совместные. Начинали мы делать такие концерты не то что два в одном. Одно деление на стихи Валентины Георгиевны Сергеевой я пел песни, второе деление на стихи Татьяны Фролкиной я делал песню. Делали мы такие концерты. А сейчас мы делаем полностью сольные концерты с Валентиной Георгиевной и с Татьяной тоже. И вот у нас буквально на днях был концерт в КДЦ Московском 20 апреля. Следующий наш концерт с Валентиной Георгиевной будет в сентябре в КДЦ Красногвардейского района. Я думаю, уже с новинками и, возможно, с этими христианскими песнями. Так что нет, уже готов. Готов. А зритель тоже готов, да, как вы полагаете? Зрителю нравятся такие песни, я вам скажу. Зрителю надо разные песни, поэтому мы делаем блоки, начинаем с песен, ну, не то что танцевальных, приветствуемых, потом есть и танцевальные песни, любви. И когда мы предоставляем зрителю неожиданно такие песни с клипами, с маленькими какими-то ремарками, я вижу, что людям это интересно, они тянутся к этим песням, потом подходит, вот на одном концерте, вот у нас с Валентиной Георгиевной был недавно концерт в Центральном ДК города Пушкино, совсем недавно. И подошли люди, сказали, а больше всего понравились христианские песни. Значит, люди тянутся к этому, ждут этого, им нужно это. Попробуем. Михаил, можно так сказать, что вот песни новые, которые сегодня прозвучали, обновления, бесконечность, «Аллея снова в цвету», «Аллея снова в цвету» ещё не звучала, да, но это тоже песня о природе, она тоже новая. Эти песни сегодня первый раз звучат, поскольку концерт впереди ещё в сентябре. Да, 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 эти песни звучат на радио, у вас в эфире. То есть это премьера. Это премьера, да. Получается, да, премьера. И потом песня, которая посвящена, которая подарок Татьяны Фролкиной к юбилею, золотому юбилею свадьбы для Валентины Георгиевны. Эта песня тоже новая, но она сюрприз и подарок. Мы чуть позже её послушаем. А сейчас «Аллея снова в цвету», это о природе, о цветах, о весне. Послушаем. Опять развели наши белые розы, В дурмане приду под июльским наркозом Зовущи меня в мечту, зовущи меня в мечту В дурмане приду под июльским наркозом Зовущи меня в мечту Мечта пусть на время, забыть все тревоги Предательство, беды, боль На даче пожить, чтоб скорцы не дать троги Кричали, что мир — любовь Кричали, что мир — любовь Кричали, что мир — любовь Оп, снова, как десы ждать искренне чудо Хмелея от белых роз Поверить, что счастье придет Ниоткуда Со свежестью летних гроз Поверить, что счастье придет Ниоткуда Со свежестью летних гроз Со свежестью летних гроз Поверить, что счастье придет Ниоткуда Со свежестью летних гроз Прозвучала песня на стихи Валентины Сергеевой Музыка Михаила Иноземцева Олея снова в цвету И вот в тему как раз стихотворения Которое подготовила Валентина Прочтите, пожалуйста И опять аллея в белом И опять под банькой я И опять вступаю смело В никуда через края Бесшабашно к новым тропам Я спешу, не торопясь Там вдали проблемы с копом То асфальт, то снова грязь Ну а здесь аллея белых Улыбающихся роз Шлет мне радость мыслей зрелых И безоблачный прогноз Ну вот как раз вы вспомнили Туалею роз В этой песне как раз о розах Которая ведёт вас на даче к баньке К вашей замечательной баньке А сейчас к подарку, к сюрпризу Вот об этой песне мы уже говорили Что вот Таня Фролкина Придумала такой текст И это так вот вас удивил Такой подарок Да, конечно Очень приятный подарок Дарится песня Ну давайте её послушаем Я не знаю сколько Она около трёх минут Да, давайте послушаем Ленинград Ленинград 70-е И в морозы юбки мини А мальчишки сплошь потлатые Допевают синие Не было одних, а двое До февральские метели Платье белое слотою Петербург Петербург с годами прошлое Вспоминается Вспоминается нередко И плохое, и хорошее Петербург с годами Жизнь как будто кругосветка Петербург с годами Петербург с годами Петербург с годами Валя плюс Коля Коля плюс Валя Валя плюс Коля Коля плюс Валя Валя, Коля Валя плюс Коля Коля плюс Валя И вот так час пролетел Очень быстро Мы должны попрощаться Гости сейчас пожелания скажут На эту весну На это замечательное время Я очень люблю апрель И вот он кончается уже Валентина За апрель и бай И хочется поздравить Всех нас с Днём Победы Который уже не за горами Уже совсем близко В мае ещё день радио есть 7 мая Ну и 1 мая мы тоже отмечаем Это замечательный весенний праздник Так что поздравления Как раз к месту Михаил Ну я как всегда пожелаю всем Всего самого наилучшего Всех лучших жизненных благ Дорогие слушатели, люди Тяните их к свету, к любви, к добру Берегите в себе Это и концерты, это уже второе, третье И песни Главное Берегите в себе свет, любовь и добро Танечка Фролкина Я знаю, что слушаешь нас Большой тебе от нас От всех Большой-большой привет За что не позвонила? Ну, наверное, не смогла Спасибо, Лена Александровна, за встречу Замечательную Сейчас прилетел момент В этой же студии были композиторы И исполнитель Михаил Иноземцев И поэт Валентина Сергеева Спасибо вам большое И сейчас прозвучит песня «Чтоб желания наши исполнялись» Да будет так Да будет так Пусть у всех исполняется желание Тем более такая прекрасная погода Тем более впереди весна Уже в самом разгаре Спасибо всем, кто нас слушал Чтоб желания наши исполнялись Надо постараться очень-очень И трудиться годы, дни и ночи Расширять познания границы Беспрерывно вновь и вновь учиться Чтоб желания наши исполнялись Чтоб желания наши исполнялись Надо от людей мечты не прячься Не надеясь только на удачу Улыбаясь Улыбаясь Никогда не плача Усложнять перед собой задачи Чтоб желания наши исполнялись Чтоб желания наши исполнялись Чтоб желания наши исполнялись Ла-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Беспрерывно вновь и вновь учиться Чтоб желания наши исполнялись